МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2 сентября с посланием к народу выступил президент Республики Казахстан. Это первое послание Касымжа Марта Такаева в должности. В своем выступлении он затронул важные и проблемные аспекты, определил необходимость реализации пяти институциональных реформ и плана нации. Этот важный стратегический документ обсуждают на всех уровнях и строят новые планы. Прозвучала мысль, что без качественных политических реформ, без качественного изменения проблемы взаимоотношения общества и власти дальнейшее экономическое развитие невозможно. Вот эта мысль достаточно четко прозвучала, и, соответственно, в послании ставится задача именно налаживания качественной обратной связи между властью и населением. Через различные институты, в том числе через совершенствование политической системы, многопартийной системы, через усиление роли парламента, через усиление подотчетности центральных и, что самое главное, что для населения, наверное, более важно, это местных органов власти перед населением, через усиление роли гражданского общества. Вместе с тем целый ряд проблем, сегодняшних проблем Казахстана в экономической сфере, тоже наблюдается такой комплексный подход. В послании президента Казахстана Касым Жумарта Такаева отражены инициативы и предложения, которые он обозначил еще в своей предвыборной платформе. Своим впечатлением об услышанном поделилась и ректор Кустанайского государственного университета. Послание стало ориентиром, который определил цели и задачи развития нашей страны на предстоящий период, уверена Алма-Дощанова. Текущий год он объявлен Годом молодежи, и все знают, что в этом году просто на 30% увеличено количество грантов на все уровни профессионального образования. Следующий год еще на августовской конференции Касым Жумар Ткимевич объявил Годом волонтеров. И для нашей молодежи это такой особый акцент, сколько делается нашим правительством для того, чтобы активизировать гражданскую позицию, решать социальные вопросы, давать качественное образование. Ну а вместе с тем, конечно, звучала и критика о системе высшего образования, о том, что сегодня не более половины действующих университетов обеспечивают трудоустройство 60%. Ну, конечно же, сразу думаешь о Кустанайских государственных университетах. Сегодня наш показатель выше среднереспубликанского. Но это не дает нам право быть удовлетворенным этим показателями. Речь идет об актуальности специалистов, их востребованности. И в этой связи сейчас наше Министерство образования совместно с Советом ректоров работает над тем, чтобы классификатор профессий и классификатор специальностей был актуальным и востребованным на рынке труда. Сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Это еще не свершившийся факт, а цель, к которой мы должны двигаться ускоренными темпами. Эта формула политической системы является основой стабильности государства. Эти строки из послания президента стали новым ориентиром и руководством к действию. Прежде всего я обратил внимание на пункт создания эффективного государства, где Такаев отмечает, что необходимо эволюционное проведение политических реформ в конструктивном диалоге с гражданским обществом. Очень верно отмечено президентам то, что власть должна услышать общество. Должно быть определенное слышащее государство, когда люди должны решать свои проблемы как раз таки в рамках закона, на юридической основе, а не путем митингов, беспорядков и дестабилизации ситуации в стране. Для нашего общества, где реализуются основные положения программы Болашака Бахдару Ронхани Жангрун, очень важен эволюционный путь развития, когда государство в конструктивном диалоге с гражданами достигает общих целей. Он акцентировал внимание на ужесточение законодательства в сфере борьбы с браконьерством, которое наносит большой урон животному, растительному миру нашей республики. Кроме того, он в своем посылании акцентировал внимание на усиление борьбы с коррупцией, с коррупционными проявлениями и обозначил задачу усиления ответственности в этой сфере. Но при этом президент страны особо подчеркнул, что принцип презумпции невиновности должен неукоснительно соблюдаться в правоохранительной и правоприменительной деятельности. Кроме того, он обозначил усиление ответственности в сфере преступлений, связанных против личности, педофилии, преступлений против детей, наркомании. В первую очередь уделено внимание социальной сфере, ряду серьезных мер по улучшению качества судебных решений, также развитию регионов, поддержке малого бизнеса и совершенствованию ряда законов. Особое внимание должно уделяться семьям, у которых на попечении находятся дети с ограниченными возможностями. Только по официальной статистике на учете по инвалидности состоит более 80 тысяч детей. Правительству следует скорректировать механизм выделения адресной социальной помощи, чтобы она стала прозрачной и справедливой, мотивировала к труду, а не к праздному образу жизни. Помощь в основном должны получать те, кто трудится. В то же время нужно позаботиться о детях из малообеспеченных семей. Для них необходимо ввести гарантированный социальный пакет. Президент республики озвучил такие актуальные вопросы, как адресная социальная помощь, необходимость социальной поддержки для детей из малообеспеченных семей, обеспечение жильем нуждающихся граждан, а также создание равных возможностей для людей с особыми потребностями. Бюджет нашей области на текущий год предусматривает все социальные обязательства региона перед социально уязвимой категорией граждан на сумму порядка 8 миллиардов тенге с увеличением по сравнению с прошлым годом на 1,3 миллиарда тенге. На поддержку малого и среднего бизнеса будет выделено 250 миллиардов тенге. Отдельное внимание повышению качества текущей налоговой системы. Она должна стимулировать компании инвестировать в человеческий капитал, повышение производительности труда, техническое перевооружение, экспорт. Следует повсеместно вводить безналичные платежи, устранив сдерживающий фактор высокую комиссию банков, отмечает президент. Активно продолжать развитие туризма, в особенности эко- и этнотуризма, как важную сферу экономики. Президентам отмечено о необходимости активизации инструментов саморегулирования и общественного контроля. Данные меры позволят не только снизить нагрузку на предпринимателей, но и будут способствовать повышению экономической и социальной ответственности бизнеса. Помимо этого, для улучшения условий бизнес-среды, а также в целях стимулирования создания новых рабочих мест, принято решение об отсрочке введения дополнительных пенсионных начислений. В стране необходимо продолжать процесс партийного строительства в содействии с развитием многопартийности, политической конкуренции и плюрализма. Мнение в стране говорится в послании. При этом должна быть эффективная обратная связь с населением в общественном диалоге, открытости, оперативном и качественном реагировании на нужды людей государственных органов. С 2020 года начнется постепенное сокращение численности госслужащих, а высвободившиеся средства направят на материальное стимулирование наиболее полезных работников. К 2024 году количество госслужащих и работников нацкомпании также планируется сократить на 25%. В послании отмечается необходимость усиления защиты прав личности. Это связано с тем, что несмотря на гуманизацию уголовной политики и отход от жесткой карательной практики, в Казахстане по-прежнему имеет место многочисленные тяжкие преступления. Поэтому предлагается ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, наркотрафик, торговлю людьми и некоторые другие виды преступлений. На этом моменте я хотел бы остановиться особо. В обществе уже возникают сомнения во воснованности подобной меры, так как не исключается возможность неправильной трактовки пострадавшей стороной совершенного деяния, что в свою очередь может якобы повлечь за собой неправомерные требования к виновному лицу. Думаю, что подобное понимание вопроса не вытекает из требований послания, ведь речь идет только о наказании, то есть об усилении санкций за совершенные деяния. 250 миллиардов тенге будет выделено на обеспечение регионов чистой питьевой водой и услугами водоотведения. В Кустанайской области уже разработан план действий. В этом году в рамках программы развития регионов до 2020 года на реализацию 31 проекта по водоснабжению из республиканского бюджета выделено 10,5 миллиардов тенге, из местного бюджета 1,7 миллиардов тенге. То есть, видите, более 12 миллиардов тенге за один год выделяется. Таким образом, в ближайшие два года мы намерены значительно увеличить количество сел, обеспеченность централизованного водоснабжением. Конечно, наш показатель один из низких по стране. Первая причина, конечно, большое количество населенных пунктов. Вторая причина – недостачи привлекали средства в предыдущие годы. Последние несколько лет мы подняли в 4-5 раз финансирование. И на ближайшие три года тоже мы сейчас проекты подготовили и предварительно нас поддерживают. Работаем очень тесно с комитетом по делам строительства в этом направлении. Послание президента Казахстана Касым Жумарта Такаева обсудили представители Кустанайской Ассамблеи народа Казахстана. Послание направлено на дальнейшее укрепление казахстанской модели устойчивого развития государства, заложенной первым президентом Республики Казахстан Ельбасы – Нурсултаном Назарбаевым. Политические, социальные и правозащитные инициативы имеют основу для усиления открытого, ответственного диалога власти с народом. В документе высказаны также поручения парламенту и правительству об ужесточении уголовного наказания за педофилию, сексуальное насилие и другие тяжкие преступления против личности. Президент отметил, какие законы пора совершенствовать. Это послание является знаковым для нашего государства, для нашей страны, для нашего общества. В том плане, что в нем провозглашается конструктивный диалог, мост доверия, взаимоответственные и взаимодоверительные отношения между властью и народом, между государством и обществом. Это послание предназначено для каждого рядового казахстанца. Оно является своеобразной инструкцией к действию. Дело в том, что в нем нашли отражение те события, те явления, которые происходят в нашем обществе. Благополучие народа – вот главная мысль, пронизывающая послания, уверены участники. Возрастает роль личности, гражданина, трудоустройство, поддержка бизнеса, защита женщин и детей, повышение статуса педагогов, гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, социальный пакет для малообеспеченных, поддержка многодетных матерей. Наша страна остается президентской республикой, но мы взяли твердый курс на реформирование нашей политической системы от президентской, президентско-парламентской республики. И вот в этом отношении, в послании очень четко было обозначено, что наш вектор развития страны – это сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. И в этом направлении мы уже двигаемся, и уже ряд принят, как известно, решений, которые перераспределили полномочия между ветвями власти. В послании учтены тенденции общемирового процесса. Предстоят изменения в системе банков Казахстана. Совет директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов одобрил изменения расчета ставок вознаграждения по депозитам. Еще один немаловажный плюс отмечают участники встречи. Отрадный итог, говорят представители молодежи, что следующий год объявлен годом волонтера. Актуальная задача в перспективе – расширить участие граждан, особенно молодежи, студентов и учащихся в добровольческой деятельности. Привить им навыки активной жизненной позиции – это важная составляющая часть работы по укреплению гражданского общества, говорит президент. Хотелось бы отметить для себя очень важный аспект – это развитие волонтерства и общественной деятельности среди нашей молодежи. Я как активистка республиканского движения «Жан Гружело» могу с точностью сказать, что на сегодняшний день наша молодежь активно реализует эту позицию президента. И в будущем, так как 2020 год объявлен нашим годом годом волонтеров, мы обязательно будем продвигать активно эту идею. На данный момент у нас есть очень много запланированных проектов. Один из них – это создание филиала нашего движения. Послание президента кустанайцы еще не раз обсудят на встречах с коллективами, встречах и совещаниях, школах и других учреждениях. Главное, каждый из участников готов внести свою лепту в реализацию поставленных главой государства задач. Очень важно, что дальнейшая демократизация предполагает совершенственное законодательство о митингах, как отражение уважения государством, право на свободу воли и заявления, разумного расширения, компетентного участия граждан в государственном управлении. В то же время, в интересах сохранения общественно-политической стабильности и правопорядка, эксцессы вроде призывов к неконституционным действиям, хулиганские акции в рамках митингов должны пресекаться в соответствии с законодательством. Опять же, на одной из конференций с коллегами обменились мнениями, в том числе, как, например, в том числе, как себя должны вести сотрудники полиции. Вот такой опыт тоже в Германии говорили. Если человек явно агрессивно себя ведет, да, и так далее, а мы защищаем в данном случае общественный порядок, правопорядок и так далее, вот здесь вот определенно разумный баланс тоже должен быть. Содержание послания с года в год ставит перед народом Казахстана смелые задачи, и в этом году оно также является насыщенным. Нынешнее послание представляет собой развернутую программу, касающуюся реализации объявленных главой государства планов.